Барби! 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 Мы продолжаем нашу экспертную беседу, и сейчас мы от ярких солнечных Мальдив будем переходить к зимним направлениям, куда же можно отправиться покататься на лыжах на сноуборде, просто отдохнуть, и даже для тех, кто не лыжник или сноубордист. У нас в гостях Александр Полищук, это эксперт компании TPG, и сегодня вы у нас эксперт по Словакии. Да, здравствуйте. Сегодня хотелось бы рассказать о двух таких популярных курортах, очень неизвестных, и курортов для любителей такого экстремального, так скажем, видокатания, для профессионалов, которые уже хорошо умеют кататься и хотели бы таких поярче ощущений во время катания. Поэтому хотелось бы выделить эти два курорта, чтобы было легче сделать свой выбор в плане отдыха, ну и трасс для катания. Это курорт Ясна, низкие татры, и курорт Татранская Ломница, это высокие татры. Что хотелось напомнить, что у нас сейчас есть чартерная программа, которая заканчивается, то есть финал последний вылет 12 марта уже получается, это уже возврат. То есть можно еще съездить, слетать на 8 марта. Два раза. И сейчас, и весна. Да, слетать еще на 8 марта с 5 по 12, и как раз будет это последний недельный рейс. Поэтому хотелось бы обратить внимание, потому что очень бюджетная цена получилась по авиаперлету за счет столь длинной цепочки. Поэтому сейчас набирает обороты, 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 поэтому посмотрим, может еще с марта месяца будем продлевать. Мы вылетаем по каким дням? То есть раз в неделю есть опция на 7 и на 14 ночей. Летаем, наверное, в субботу или в воскресенье, что-то мне кажется. По воскресеньям вылету, да. 7 и 14 ночей получается, поэтому, ну, больше, конечно, популярно 7 ночей все бронируют для горнолыжки, но есть тоже немало заявок, бронировок на 14 ночей. Люди хорошо катаются, да, поэтому им 7 дней мало. А сколько лететь? Лететь по времени 1 час, поэтому, в принципе, совсем как бы просто взлетели, да, открыли журнал и уже приземление. Вот, аэропорт расположен рядом с курортами, да, мы летаем в аэропорт Попрот, он расположен примерно где-то 15-20 минут езды от самих курортов горнолыжных, ну, это если высокие татры, ну, и где-то примерно полтора часа, это если низкие татры по трансферам, поэтому очень удобно. Если мы выбираем курорт Татранская Ломница, то по времени, там, прохождения паспортного контроля, встреча, загрузка в автобус и уже заезд на сам курорт, то есть в среднем будет занимать где-то около часа. В принципе, очень быстро. А что с визой? Легко открывает визу? Визу, в принципе, да, по странам Шенгена, можно сказать, легко открываем, потому что нету каких-то переводов документов, нету каких-то сложных документов, то есть документы, в принципе, можно собрать за несколько часов, поэтому можно рассматривать и ближайшие вылеты, оформляется она, ну, опять же, по чартерной программе есть исключительные условия, когда можно и за три дня открыть, ну, обычное, стандартное время – это недель, пять рабочих дней. Пять рабочих дней. То есть, получается, на следующей неделе, если мы полетим в воскресенье, мы успеваем, а на это воскресенье те, у кого есть шенгенская виза? Те, у кого есть шенгенская виза. Вот горлышное оборудование, а как везем? Бесплатно или платно с собой, если у нас свои лыжи, свой сноуборд? Да, что немаловажно, в стоимость пакетных туров наших, которые идут под чартер Попрот, уже включен провоз багажа, 23 килограмма с человека, за что не нужно будет уже доплачивать. И по лыжам, лыжи тоже входят как спортивное оборудование, получается перевоз бесплатно, но они должны входить в общий вес 23 килограмма. То есть, они могут быть отдельно, обязательно, чтобы они были запечатаны все в чехлах, да, соответственно, упакованы, ну, и все. Ну, это курорт, вы сказали, два курорта для продвинутых. Но если для отдыхать с семьями, с детками, вот, понятно, что все там для взрослых, таких лыжников-сноубордистов, а если вот ребенка захотеть? Нет, на каждом из этих курортов есть разные трассы по сложности, поэтому, в принципе, кататься могут как и дети учиться кататься, так и взрослые, те, кто хорошо катается. То есть, можно остановиться на лыжах на этих курортов, то есть, здесь нету только черных трасс. Здесь от самых, там, начинающих, да, при школах, которые, наверное, на лыжных идет, до самых сложных уже, там, трасс фрирайда или черных трасс, соответственно. Поэтому отдыхать можно на этих курортах, как тем, кто и не катается, в принципе. Я хотел бы научиться. Ну, давайте начнем, наверное, с курорта, ясно, правильно? Подальше возьмем. Ну, вы хотите с Татранской ломницей, как скажете? Нет, в принципе, мы можем начинать, да, если будет возможность, чтобы вы включили карту. Как я говорила, от аэропорта ехать примерно где-то полтора часа. Полтора часа. Да, то есть, удобно, автобусы, каждый разъезжается на свой курорт, нет такого, что мы едем в высокие Татры, потом, да, едем в низкие Татры, очень компактно, удобно. Все отели расположены по пути следования автобуса, не нужно куда-то сильно сворачивать, заезжать в какие-то места и возвращаться. Поэтому, в принципе, очень удобно. Ну, как видите, разнообразие склонов. Да, вы мне объясните, я не понимаю, что, где? Основная часть курорта, ясно, вот, расположена вот здесь вот. Отели немножко на подъем поднимаются, вот, и вот первая, как бы, станция подъемника, где тоже расположен ресторан, ночной клуб, хэппи-энт, где тоже, в принципе, можно весело проводить время. Ну, и, собственно, отели вот так вот тоже расположены по кругу. И сам склон, и самая верхняя часть хопок. То есть, отели очень близко к подъемнику все? Да, все отели расположены близко к подъемнику, что очень удобно. Вышли на лыжах, сразу же оделись, да, и поехали кататься. Единственное, чем отличается он от отранской ломницы, здесь нету такой, как бы, инфраструктуры. Здесь больше спокойный отдых вокруг природы, горы, ну, и отели, собственно, которых тоже не очень много, поэтому более такая спокойная атмосфера для отдыха. Плюс разнообразие трасс, очень хороший склон, современные подъемники, горнолыжные школы, пункты аренды, снаряжения. Так, давайте постепенно. Это все есть на месте. Скрипас сколько стоит? Скрипас стоит в среднем около 28 евро в день. Вот, в зависимости от количества дней, на сколько покупаете. Соответственно, чем больше, тем дешевле. Там 10, 15, 20% они делают скидки в зависимости от периода. То есть, если там на неделю сразу же покупаем, там около 20% получают скидку на скрипас. Вот, ну и горнолыжное оборудование в среднем, если взять комплект лыжи, ботинки, палки, это от 12 евро эконом. И там 22 евро, это премиум, это новые, там, совсем классные лыжи. Ну, тут вот, получается, мы берем лыжи. Все-таки я, мне нужно вот научиться. Сколько стоит там вот пойти в какую-то школу, вот взять инструктора, и где вот из этих вот трасс я буду учиться? Ну, опять же, есть разные маршруты, да. Это вот самый минимальный, получается, где все начинают кататься. Это Белопуть называется, в принципе, где проходит первый подъемник, и дальше уже здесь, в принципе, все учатся кататься. И средняя стоимость инструктора где-то около 70 евро в час. То есть, в принципе, можно брать как на групповые занятия, так будет дешевле, ну, и на индивидуальные. Поэтому, в принципе, там несколько часов в день, там, около двух часов этого достаточно, чтобы там встать на лыжи, понять первые там правила, как правильно себя вести, тормозить, поворачивать. А дальше уже можно самостоятельно усовершенствоваться. Поехать на самый верх. А вот... Верх уже позже, да, можно было бы здесь погадаться. А почему здесь вот тут вот такие точечки как-то вот два раза? Южная часть, да, склоны, там меньше всего отелей, и поэтому большинство покупается и продается вот именно вот эта вот часть. То есть, в принципе, потому что все трансферы сюда, там уже только индивидуально нужно рассматривать. То есть, вариант тоже возможен, южные склоны. Ну, там мало отелей, и, в принципе, они так мало здесь. Фрирайд-зон, вот фрирайд-зон. Да, 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 да. Поэтому все возможности для катания, разнообразие трассы, высокого уровня подъемники, оборудование, очень хорошо. По отелям, что хотелось бы выделить из таких самых продаваемых и популярных, это отель Дружба, там очень он известный на рынке, да, его бронируют заранее. Отель, хорошее соотношение цены и качества. А это тройка? Четверка? Нет, это отель 4 звезды, он расположен как раз вот здесь, вот на этом Белопуте, спуске. Рядышком. Да, да, да. Как это называется правильно? Ски-ин, ски-аут, да. Это когда можно на лыжах заезжать, выезжать прям почти с отеля. Вот, поэтому, в принципе, да, можно отнести к этой категории, потому что рядом подъемники, можно сразу же на лыжах спускаться и подниматься, соответственно, на самую вершину. Рядом с отелем Дружба стоит еще отель ФИС, 4 звезды, он такой самый дорогой, в принципе, из отелей в Ясне, ну и, соответственно, самого высокого уровня по соотношению там отелей. И внизу еще стоит отель Гранд Ясна, ну там еще много трехзвездочных отелей, но уже так в деталях их не будем разбирать. И есть еще прекрасный вариант размещения шалет. Это когда компания, да? Да, домики, компания, очень красиво, хорошего уровня сделаны, то есть они там, в принципе, относятся к VIP-категории размещения. Ну, официально 4 звезды, да, просто тоже удобно расположены. Вот возле заградки есть подъемник, они шалеты расположены. Это красиво, мне кажется, очень более уединенно. Очень красиво, да, они в таком австрийском стиле сделаны все, поэтому рекомендуем, причем они пользуются большой популярностью, когда приезжает большая компания или же семья, потому что очень удобно. А что, извините, замените, Татра-Ландия, прикольное название? Татра-Ландия, да, это отель, при отеле есть аквапарк, которые расположены в Лептовском Микулаже, что-то примерно полчаса езды от курорста Ясна. Поэтому, в принципе, многие тоже бронируют Татра-Ландию, размещаются там, купаются в аквапарке и ездят уже кататься там в Ясну. То есть у кого что в приоритете, у кого купание, у кого катание. То есть можно комбинировать и одно, и второе. Плюс в чем, что при покупке ски-пасса он дает возможность, да, бесплатно кататься день на подъемниках, подниматься, кататься на склонах, или же посетить аквапарк. То есть мы выбираем, или мы в аквапарке, или же мы на склонах катаемся. Поэтому очень удобно. Ну вот все-таки те, кто не катается, возможно, вот супруг профессиональный, там фрирайд, поехал кататься. А вот что маме с ребенком или просто девушке? Есть ли там какие-то термальные источники по центре, по комплексу? В отелях 4 звезды есть wellness-центр, где есть бассейн, они входят в стоимость. Обычно это до 15 бесплатно, в вечернее время уже за дополнительную плату. Поэтому, в принципе, если они не катаются, до 15 у них достаточно времени, чтобы на купаться. Плюс есть сауны, которые тоже бесплатно можно посещать при отелях. Ну а с инфраструктурой разнообразие, это просто природа, покататься, разве что где-то на саночках, если кто-то не катается. С детьми, если катается только там кто-то один член семьи, а все остальные не катаются, мы рекомендуем рассматривать курорт, опять же, или Татаранская ломница, где больше инфраструктуры, они там могут выйти погулять по самому этому маленькому городку, или же Штрепская плеса. Плюс то, что эти курорты еще соединяются с железной дорогой, поэтому, в принципе, мама с ребенком может покататься себе на дугой, поехать в городок, посмотреть, сходить в какой-то ресторан, кафе. Причем там есть, они делают разные экспозиции, там среда, все это очень красиво, то есть можно сделать себе такую, как экскурсию. В Штрепском плесе есть еще сноупарк, где можно покататься на сноутюбах, тоже, в принципе, довольно-таки... На чём? Сноутюбы такие надувные, как саночки, получается, на них можно покататься, и они там делают анимацию, развлечения разные для детей, то есть проводят, да, более как бы весело. Здесь больше катания, конечно же, ну или отдых в Валнес. Ну я вижу, тут мартини, барчики тоже, всё-всё это есть. Если вот подводить итоги по этому курорту, катаемся мы, скипас, вот всё арендовать можно, школу можно. Где вот обедаем и где-то, понятное дело, на склонах, а вот в плане ещё ужинов, что вот, куда обязательно нужно сходить, что обязательно нужно попробовать, что там, выпить какой-то напиток? Ну, как правило, ужинают все при ресторанах в отеле, то есть заранее заказывают завтрак и ужин. Есть ресторан Хэппи Энн, который, в принципе, тоже... И ночные группы, бары, всё равно. До 9 часов вечера работает как ресторан, после 9 уже начинаются танцы, поэтому, в принципе, для разнообразия, если кто-то живёт на завтраках и ходит, в принципе, можно сходить покушать, да. Ну а так, только при отелях. Рестораны в основном, так много таких, ну, инфраструктуры самой нет. То есть Татранская ломница, соответственно, это уже немножко больше. Есть рестораны, кафе, куда можно съездить, но больше всего в Смаковце. Это курорт, который меньше всего подходит для катания. Там есть только трасса для санок, где можно там 2 километра протяжённый трасс, так можно хорошо на саночках покататься. Вот, и там больше всего в плане ресторанов, колыб национальных таких вот, где можно вкусно покушать. Ну, давайте перейдём тогда уже к Татранской ломнице, к курорту. Он визуально, а по карте, он, мне кажется, намного меньше, что тут меньше трасс для катания. Вот, что тут как-то там всё так больше, всё активно, столько всего. А тут вот прям как-то мало. Татранская ломница, да, здесь трассы больше как бы уже не так разбросаны, так скажем, да, нету такого разнообразия, как в Ясне, потому что Ясне видели много очень склонов. Здесь это как бы поменьше, но, соответственно, тоже есть как чёрные трассы для катания, так и для тех, кто хотел бы научиться. То есть по протяжённости трасс, конечно, здесь намного меньше, чем в Ясне, вот, но в то же время довольно-таки очень хорошие трассы, спуски, ну, опять же, оборудование, всё. Есть рестораны на горе, куда тоже можно подняться, ломницкий щит, куда, в принципе, тоже поднимаются более для такого чего-нибудь эксклюзивного. Да, 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 там есть даже размещение в апартаментах, но, опять же, их нужно бронировать там заранее, потому что они пользуются большой популярностью, то есть самая высокая точка, и, ну, заранее бронировать. Плюс отдельно подъём ещё этот оплачивается, то есть он не покрывает скипасом, который позволяет кататься, да, то есть это идёт уже отдельный подъём, соответственно, там примерно 25 евро стоимость подъёма. Верх-низ, да? Верх-низ, да. Ну, туда можно подняться, в ресторане покушать, посмотреть красивый панорамный вид. И спуститься. И спуститься. А вот этот вот человечек тут нарисованный такой, ой, с палкой, это можно тут поход пойти? Да, Словакия вообще популярна круглый год. Горы для них это очень популярно, как и для местных, так и для иностранцев, которые приезжают. Очень хорошо развит зелёный туризм, соответственно, очень много... Но это летом только, да? Это летом, да, но зимой, в принципе, здесь указан, наверное, путь, который можно проходить, но, я не знаю, зимой вряд ли там можно пройти. Ну, как-то через горы, видите человечка этого идущего? Да, потому что всё заснежено, поэтому не сильно удобно. А в летний период, когда вот такие вот маршруты, они очень сильно развиты, и много очень людей посещают, ходят, поднимаются в ущелье, к озёрам. Соответственно, это очень красиво, полезно для здоровья. Сколько здесь стоит скипас? Такая же стоимость, в районе 28 евро, да, там в зависимости просто от сезонности идёт, когда дешевле, и тоже по продолжительности. Можно покупать первую половину дня, можно вторую половину дня покупать, поэтому там уже каждый себе может выбрать свой пакет по необходимости. Ну, и по самому курорту, как в низких Татрах, мы говорили о Татроландии, да, то, что есть возможность комбинировать горнолыжный отдых с купанием в аквапарке. Также есть в высоких Татрах, есть аквапарк, аква-сити, он расположен в городе Попрот. Соответственно, туда можно поехать на этой же поезде, железная дорога, причём очень удобно сделали то, что ты на рецепшене покупаешь карточку, такая туристическая карта, которая стоит 3 евро, и она позволяет бесплатно ездить на этом поезде. Да, можно, конечно, её не покупать, платить за каждый проезд, но выгоднее её купить, потому что один проезд в одну сторону стоит примерно там полтора евро, соответственно, один раз даже если съездить на нём, да, 3 евро уже покрывает. Ну, и, соответственно, на этом поезде можно съездить в сам город Попрот, это для тех, кто не катается, погулять в центре, очень красивое всё, тоже они украшения, там разные кафе, рестораны, магазины, там уже можно и шоппинг как бы сделать. Но, понятно, это не большой город, не столица, да, где этого всего масса, но в то же время для разнообразия всё есть. А если сравнивать всё-таки, куда поехать, кому-то трансколомница и курорт ясно, что вот, какой курорт больше подходит к каким туристам? Ну, вы знаете, и один, и второй курорт пользуются большой популярностью, и даже у людей, те, которые катались и там, и там, ну, расходятся как-то вот мнения, да. Кому-то больше нравится татрански кататься, кому-то больше нравится ясно, поэтому тут уже нужно попробовать покататься и там, и там, и определить для себя, где более комфортно или лучше. Ну, в принципе, туда и туда можно детками, туда и там можно отдыхать с семьёй, и кататься, и тут есть трассы, где я где-то видела. А нет, здесь нету для фрирайда? Есть, вот немножко выше, да. Выше, а ну, конечно. Ломницкий седло, да, называется. Да, его открывают, вот он в январе только трассы эти открыли, потому что там, соответственно, должен быть высокий уровень снега для того, чтобы разрешили там кататься, соответственно. И открыт он только первую половину дня, потому что более такой экстремальный вид катания. В вечернее время, соответственно, туда никого не пускают, ну, и после обеда тоже. Ну, вот для любителей, да, фрирайд спусков таких, да, очень-очень хорошо. Ну... Что очень удобно ещё, то, что на всех горнолыжных курортах работает медпомощь, вертолёты, всё обслуживание, эвакуация, это всё очень хорошо организовано, поэтому, если вдруг, не дай бог, что-то случилось, очень быстро можно получить эту медицинскую, да, помощь. Ну, вот наверняка же в стоимость тура входит страховка специальная, горнолыжная, или как вот это? Нет, мы её добавляем по желанию, потому что, опять же, едет семья, они все катаются, переплачивать за страховку им как бы нет смысла. Ну, тем, кто катается, они просят, мы добавляем горнолыжную страховку, она там увеличивает стоимость тура, ну, примерно, если на неделю на человека взять, то это стоимость тура где-то плюс 4-5 евро. Ну, я бы сейчас думала, как скажется, какое-то само 4-5 евро, это действительно не очень дорого. Нет, ну, вы знаете, да, сейчас просто многие не готовы, так скажем, да, переплачивать за даже 4 этих 5 евро, поэтому для них это как-то критично, поэтому мы, соответственно, идём навстречу, ну, конечно, да, пытаемся как-то максимально сократить. Ну, здесь, в принципе, на видео, да, видно уровень самих подъёмников, да. Такие модные. Да, новые, современные, всё качественно сделано, плюс высокие татры, они отличаются самим вот горным массивом, да, то есть более как бы впечатляет так. Ну, красиво, все активно, всё, знаете, такой молодёжный, есть, вот я думаю, с семьёй, куда пойти, и с детками. Вот если подводить итоги, каждое воскресенье мы можем улететь до какого марта? До 5 марта. До 5 марта. До 5 марта, получается, мой последний рейс вылетает, да, и 12-го возвращаемся, что тоже под Атранской ломницей, в отличие от других курортов, ну, только здесь, в принципе, и яснее, есть ночной клуб, где хорошо для молодёжи, в принципе, да, им не будет скучно в вечернее время, то есть можно так вот и днём, и вечером проводить активно своё время. Трассы прекрасно оборудованы, опять же, чистится, это всё готовится, есть вид катания, как фреш-трек, да, когда первый ты открываешь трассу, после вот, ну... Первый, самый, да, да, да. После ночи поехал, там первый, как кажется, там снимаешься, фотографируешь. Да, за это отдельно оплачивается, в принципе, ну, для любителей, вот, первого спуска, это уже не имеет значения. Друзья, если у вас ещё остались какие-то вопросы, вот, обязательно обращайтесь к Александру Полищукову, он вам поможет подобрать и в Ясну, Татранскую ломницу, и скипасы, и всё это, всё также забронировать, проконсультировать по поводу всех-всех-всех ваших вопросов. Это эксперт-компания TPG, Словакия, по Словакии, всё-всё-всё вам расскажет. Спасибо большое, что были на студии, и до новых встреч. Да, спасибо вам, что пригласили, и хотелось бы сказать, что пока есть возможность, воспользуйтесь этой возможностью чартерной программы, потому что это действительно очень удобно, такого раньше не было, это первый год, когда та программа запустилась, поэтому пользуемся. Мягкий звукsentока полагаемая lijпальная программа, который получается красивая в трёх годах, когда гражданируялся, так как можноślучить является массой оперативностью, gospel回 verder дёхэта по 870. Вот так вот кто-то может продолжать прод IoT, подходим какой-то көза на ней с Rolex Mexican- senior вamiento. И это будет checkout, ks м-п essas скажем какой-то как ухом Bijлянки ел 있으면, что исчез Running to Р路 и три, теперь toen We будут в состоянии лучшее, то мы им fault с такой стороны, �� и постоянно так делать, он видно мне, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!